Дорогие друзья, на и теплейший привет из снежного, морозного, у нас минус 9, Таллина. И сегодня мы поговорим о ситуации, которая в преподавательской практике встречается достаточно часто. Ученик говорит, что он ничего не понял. Почему эта ситуация нас сможет расстраивать и что нам предпринять в этом случае, вот об этом я сегодня хотела бы с вами поговорить, друзья. Что вы чувствуете в тот момент, когда ученик сообщает, я ничего не понял? Первое. Плохо объяснила. Чувство вины. Ступор. Чувство, что я что-то недоработала. Думаю, как еще раз объяснить. Ощущение растерянности и мысли о том, как исправить эту ситуацию. Вот это те чувства, которые мы испытываем. Мы сталкиваемся в учебной работе с тем, что когда ученик говорит, я не понял, чувства, которые мы испытываем, они немножко деконструктивные. Вот это чувство вины, да, я никчемный учитель. Нам с этими чувствами достаточно тяжело. И вот почему я об этом сегодня хочу поговорить. Дело в том, что когда я сотрудничаю с учителями, и мы планируем вместе учебный материал, мы планируем вместе урок, мы составляем структуру этого урока, я всегда делаю акцент на том, чтобы на уроке оставалось пространство для ошибок, чтобы ученик сталкивался с тем, что он не понимает, и чтобы ученик сказал, да не понял я, не понимаю, что случилось, не понимаю. Но, друзья, ведь учитель, учитель при этом может испытывать не радость, а действительно дискомфорт. И смотрите, с чем это связано. Когда речь идет о педагогике, в фокусе которой стоит учитель, то есть учитель в центре обучения, а мы, даже если перестраиваемся, вот все эти убеждения из той педагогики, они все равно наша часть, они с нами. Их нужно находить и постепенно от них просто избавляться. Мы перестраиваемся, работаем с учениками уже по-другому, но все эти убеждения еще в нас живут. И вот то, что мы в этот момент ощущаем, вот эти чувства, ну, не очень приятные эмоции, ты бы не хотел их, честно говоря, испытывать. Вот это говорит о том, что где-то, где-то у нас вот эти убеждения там присутствуют. И вот когда в фокусе обучения учитель, он, центральная фигура, то самое ценное качество учителя – это его умение передавать информацию, его умение объяснять учебный материал, его умение доносить учебный материал. Его задача, ну, вот, утрируя, разжевать и вот в этом вот готовом виде разместить в голове ученика. И учитель оценивает именно по этому его умению. Хорошо объясняет, да, доступно рассказал, по полочкам разложил и так далее. И задача ученика, она достаточно такая пассивная – сиди, слушай, да, сиди, слушай и воспринимай. И в этом случае, вот в этой ситуации, когда ученик говорит «я не понял», он в пассивной позиции и автоматически ответственность перекладывается на учителя. «Если я не понял, значит, вы плохо объяснили, вы недостаточно хорошо объяснили, вы не так объяснили, как мне нужно было. Я не понял». И так как учитель оценивается, насколько хорошо он умеет объяснять, то получается, что у нас и спрос именно с учителя. И в этой ситуации мы начинаем ощущать дискомфорт. Значит, я опять что-то сделал не так. Опять я не смогла объяснить, в чём моя вина и так далее. Это, друзья, концепция вот той старой педагогики, в которой мы с вами учились сами в школе, которой нас обучали в университете. И несмотря на то, что сейчас идёт уже достаточно, мне кажется, мощное перестраивание на другое понимание обучения, несмотря на это, всё равно вот эти вот старые отголоски, убеждения, они тянутся, 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 тянутся. И вспомните, если приходят на открытый урок ваши коллеги, или, я не знаю, когда, допустим, вы проходили активную... Я вспоминаю, когда я проходила активную практику, и приходит методист на твой урок. Смотрит на тебя. Смотрит именно на тебя. Насколько хорошо, качественно ты владеешь своим учебным предметом. Насколько хорошо ты умеешь его преподнести. Насколько ты логично его выстроил. Насколько хорошо ты объяснил. Насколько хорошо ты ответил на вопросы. то уже, какими метами ты владеешь, организовал ты фронтальную работу, групповую работу. Это главное ты, насколько хорошо, красивым, чётким, ровным языком ты доносишь информацию до учеников. Вот именно это качество и оценивалось. Вот теперь смотрите, как меняется ситуация, когда в фокусе обучения находится ученик. Ученик, он в фокусе обучения. Это значит, что его роль активная, ведущая, не учитель теперь, не всё внимание на учителя, а всё внимание на ученика и на то, что он делает на уроке. И учитель с учеником совместно, через дидактические материалы, через учебные материалы, через рабочие листы и так далее, исследуют, изучают, открывают. И ученик в этой ситуации, он действует, он действует. И для того, чтобы учителю понять, когда, в какой момент он спотыкается и что ему непонятно, он проектирует такие задания, где ученик может ошибаться или где ученик столкнётся с тем, что он не понимает. И в этой ситуации, когда ученик сообщает «я не понимаю», мы действительно радуемся. Почему? Потому что это его уже активная позиция, это признак его когнитивной вовлечённости. Он работал, он исследовал, у него возник какой-то когнитивный диссонанс, он что-то не понял. Тут, казалось бы, вот-вот-вот всё было понятно, а тут бабаха уже непонятно. И он в активной позиции, он обращается к учителю со словами «я не понял» не для того, чтобы вот вы теперь давайте-ка объясняйте мне всё. А я вот так сяду, займу удобную позицию, а ещё лучше вот такую, чтобы эти знания легко в меня сами вошли, и мне при этом не надо было бы напрягаться. Он в активной позиции, он хочет с этим разобраться, он не понял, и он обращается к учителю, и учитель тогда в этот момент может подсказки дать, направляющие вопросы, вместе с ним разбираться, я не знаю, новое задание подкинуть, организовать работу в парах и так далее, то есть чтобы он с этим разобрался. В первой ситуации «я не понял» – это пассивно, я не понял, сделайте что-то для меня, безболезненно желательно. Во второй ситуации «я не понял» – это «я шагну в зону непонимания», с этого момента и начинается моё развитие. Мы все начинаем развиваться и учиться тогда, когда мы чего-то не понимаем. Вот я не понял, что-то, 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 вот, будьте добры, а если вот так, а если так? А вопрос задать, да, какое-то задание дополнительное, пример показать, еще что-то, потому что вот не складывается, не складывается. Ты в активной позиции. Наша задача, наша задача заключается в том, чтобы ученика перевести в активную позицию. И вот смотрите, что мы можем предпринять для того, чтобы уберечь себя от возникновения вот этих вот некомфортных чувств и, в принципе, избавиться вот от этих вот убеждений, что мы можем предпринять. Итак, самое первое, самое первое, вот в тот момент, когда ученик сообщает, что я ничего не понял или, ну, вообще ничего не понятно. Ну вот, ну, ничего не понятно. Самая первая для вас реакция. Сначала вы почувствуете привычный укол, неприятный, некомфортный, но это нормально. В любой ситуации неприятно мы именно это ощущаем. Но далее, друзья, дальнейшие ваши мысли должны быть, не должны быть, давайте от отрицания скажем, не должны быть связаны с оценкой вас. То есть это значит, что-то с вами не так, это что-то вы не то сделали, это как-то вы не так объяснили, это вы какой-то не такой и так далее. Вот избавьте себя сразу же от оценки себя, уходите от оценки себя и думайте иначе. Думайте, что можно сделать для того, чтобы исправить ситуацию, что можно предпринять, с чем связано то, что ученик не понимает. То есть он не понял не потому, что вы не такой учитель, он не понял потому, что... И там может быть ряд причин. Думайте о том, что предпринять. Это сразу же вас нацелит в конструктивное русло. И второе, друзья, подключайте к этому самих учеников. Потому что «я не понял» должно быть активной позицией. Я не понял. Хорошо. Надо подумать о том, что предпринять для того, чтобы ты с этой темой разобрался. Есть моя ответственность как учителя. Подобрать определенные задания, учебные материалы. В какой-то момент объяснить еще раз. В какой-то момент дать подсказку, задать тебе вопрос, чтобы разобраться больше с этим. А есть ответственность твоя как ученика. Поэтому важно в этой ситуации подумать, что мы можем вдвоем предпринять для того, чтобы ты с этой темой разобрался. Вот это вот, друзья, вдвоем предпринять, оно возможно только в новой ситуации, когда ученик и учитель сотрудничают. В той первой ситуации, в парадигме старой педагогики, давайте назовем ее так, там этого сотрудничества нет. Там есть учитель, который тебе дает, а твоя задача принять. Твоя задача принять. И там случаются такие перекосы. Я не понял. Оборачивается либо тем, что вот давайте мне объясните лучше, либо я не понял, и учитель может сказать, что иди, вот там репетиторы, там спецшкола для таких, как ты, и так далее. Это все перекосы. Ни того, ни того не должно случаться на практике. Поэтому, что предпринять для того, чтобы разобраться? И задавайте этот вопрос и ученикам, для того, чтобы мягко ответственность переносить на них. Я не с контрольным вопросом к нему обращаюсь. А что? А что надо? Вот и подумай своей головой, что ты должен сделать. Я заинтересована в том, чтобы тебе помочь. Давай подумаем. Вот, я не знаю, там ход решения, допустим, непонятно. Где-то может быть ошибка, где-то сложный текст. Вот хоть что-то, хоть за что-то зацепиться для того, чтобы разобраться, что непонятно. И что можно предпринять для того, чтобы ты разобрался? Что ты можешь предпринять, чтобы разобраться? Что ты можешь предпринять, чтобы лучше запомнить? Что ты можешь предпринять, чтобы в следующий раз сфокусировать свое внимание? И так далее. Но очень важно нашего ученика вовлечь в активную работу на уроке. Потому что пока они сидят и принимают как приемники, но, как правило, они уже сейчас не готовы ничего принимать, они берут свои смартфоны и просто уходят под парты, то вот в этой роли, я не понимаю, они всегда будут перекладывать ответственность на учителя. Всегда. А у нас идет учебный процесс, у нас одна единая общая цель – помочь развиться ученику, помочь ему достигнуть учебных результатов. И в этом учебном процессе участвуют и учитель, и ученик, просто ответственность у каждого разного. Но если ученик не будет прикладывать усилия, можно объяснять 100-500 раз, но это в его голове ничего не изменит. Но для того, чтобы ему сделать усилия, он и должен быть вовлечен в какую-то работу активную. Вот сейчас я пишу на своей фейсбук-странице, например, про ротации станции. Вот на каждой станции он сталкивается с какой-то новой ситуацией, где-то какой-то дидактический материал, где-то нужно построить, где-то нужно сложить. Где-то нужно найти, где-то нужно исследовать, где-то творческое задание пофантазировать. На каждой станции он активен, на каждой станции он действует. И в какой-то момент он скажет, вот сейчас не понял, вот сейчас не понял. И вот в этом случае мы испытываем огромную радость, потому что я не понял – это значит, что он активен. Вот, друзья, я все сказал. Огромное спасибо вам за ваше внимание, за ваше время. Я завершаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok